Эй, йоу, друзья, мальчики, девочки, дамы и господа. Пятая серия восьмого сезона Игры Престола. В этом ролике обрушится огромное количество стен, башен и спойлеров. Если ещё не смотрели, выключите видео. А если вам как и мне плевать на спойлер, смотрим дальше. Серия начинается с Вариаса. Он готовит послание и спрашивает кухарку о еде. Та докладывает, что за ней следят солдаты. Как вариант, Паук решил снова заплести паутину, но уже в косы самой Дайнерис. Теперь он с опозданием рассказывает Драконша о предательстве. И в отличие от Паука, который уже смирился с любым поворотом своего сюжета, Карлик спасает свою карликовую шкуру и продолжает давить на королеву, чтобы та пощадила людей, и невиновных, и безобидных, что делает его умнейшим из Карликов. А вот Аварис Дуракариус. Вы простите, Дракариус. Блин, Дракарис. Не обошлось и без сценарной пропасти. Куда свалился сюжет? Джейми Ланнистер сполна расплатился за свои поступки. Отдал, так сказать, долг живущим людям. И теперь имеет право свободно передвигаться по королевству и дальше, набирая очки к своим грехам. Или не имеет. Или это только старки и клиган могут, а остальных что, сразу ловят и нацы? Чтобы потом, перед тем, как слить персонажа, альфеты могли попрощаться друг с другом, а мелкие отдать долг брату? Ну, допустим. Не совершив роковой поступок, брат был бы жив и легче спалось, не зная, как погибла его сестра. Под завалами для датаракийского меча, да какая разница. А когда ты присягал на верность королеве драконов, разве ты не думал о возможных разных вариантах любых ожидаемых последствий? Зачем сугублять и без того печальную ситуацию? Спасти всех иногда не получается. Знаете, уже не называют именно тех, кто ставит боевые сцены. Уже просто говорят, постановщик Флайта тот же самый. И это значит, что пятый эпизод будут разбирать на уроках военных академиях. Как нельзя себя вести с драконами, а военным академикам придется переписывать боевой устав для золотых клещей, плащей, золотых щитов или золотых мечей, как их там. Ибо после команды заряжай и команды целься должна звучать команда... Смотрите, одна описка в уставе и какие разрушительные последствия после слова... Именно когда сражаешься с драконами, каждый командир обязан произносить громко и четко... Тактические моменты разбирать не будем. И мы оставим это неблагородное дело другим, а то еще обвинят, что хлеб у них забирают. Сюжетные провалы, дыры и прочие киногрехи оставим для тех, кто любит в этом копаться и заниматься. А пока Сир Сандер неистово стремится повидаться в последний раз со своим братцем Сиром Кригором Кликаном под прозвищу Гора. Эта серия стала для меня, не буду уже скрывать, самая интересная из восьмого сезона. Предыдущие мне не зашли, но вот это прям уж сильно аллегорически получилось. Я уверен, что многим она не понравилась. В рамках этого произведения... Не подумайте, что я в душе дьявола. Но в рамках этого произведения людям свойственен гуманизм от природы. Но любое насилие порождает насилие и за смерть платят смертью. Вангуешь туда не ждет печальная участь. И многие из ее судили за смерть невинных граждан столицы. Но на самом ли деле она сошла с ума? Уверен, что нет. Воплотила мечту своего отца и только... А че такого? У да. А с диванной аналитики начнут метать в Дании тонны критики. Но я не могу не согласиться с Дейенерис, которая не желает быть ни кролевой рабов, ни кролевой над рабами, ни принцессой короля ночи. Именно так началась ее история. А вот как она закончится? Ее полная противоположность это Джон Сноу. Да, он ей бремяш. Но откуда ей было знать? Но откуда нам-то это было знать? Но откуда ему-то это было знать? Это уже не важно. Их отношения уже не могут быть, как и раньше. И оба это понимают. Любовь снова сжет Дани изнутри. И это пламя врывается наружу со всей злостью. Да, мы видели мать дракона в бешенстве. Но чтобы так... Чтобы так за кадром оставить ее эмоции, операторы и сценаристы, вы уволены нахрен. Хотя, может, Эмилия Кларк уже устала от бесконечных дублей. Думаю, нет. Уверен, что драконша получила море удовольствия от уничтожения города и людей, в нем пребывающих. На вопрос, почему она решила так поступить, ответом будет потому. Потому что накипела. Все и сразу. Правда, эмоциональная часть осталась за кадром. Пока мелкая бегала по улицам столицы, спасаясь от пламени разъяренного дракона. Дрогона. Кажется, так зовут эту бестью. Кстати, о символизме. Таким сценам, как дать имя драконам, нужно было уделять больше внимания. Как их там звали, я уже забыл. Серия заканчивается тем, что Джейми приводит Серсею в высыпальницу драконов. А в этом месте тоже были интересные моменты. Тут на них и обрушится былое могущество их рода. Перед тем, как безызвестный король покинет сериал. Уверен, его племянница сложит о нем достойную легенду. Ведь позорную правду рассказать будет уже некому. А пока меня волнует вот эта жопа. За нее я больше всех переживал. Оператор-монтажер пробует новые вариации смены кадров непосредственно в экшн-сенах. Что они хотели нам показать? Загадка. Ария в опасной ситуации, как и Пус. Но не настолько эмоционально, чтобы объединять эти моменты в один кадр. То есть ситуация накала незаметно. Я мог бы это уловить пути. Обувная и критическая ситуация на краю пропасти. Но не по их воле кто-то им помогает воспрянуть с духом. И собраться с мыслями. Ария протягивает руку Асандр, что не важно. Важно то, что пес красиво мстит своему и так уже давно мертвому брату, бросая его холодное тело в огненную бездну. 10 из 10. Ария Старк приходит в сознание. Вокруг пепел, гарь, дым и что-то горит. На фоне всего этого появляется лошадь. Ария идет к ней, садится и ускакивает по дороге вдоль улицы города. Все красиво. Последний кадр, красивая лошадь, как символ доброты, надежды и начать все с самого начала. Ждем дальше. Мисс Андей, как вам восьмой сезон? Вау, просто чума. Не поверите, башню сносит. Вау, просто чума. Вау!